Здорово, братья! Так, я там вправо вывернулся. Потому что мы вот так в бок руку проедем. Ну все, поехали! Много, не мало, а? Четыре часа. Давно не виделись туда-сюда поговорить там. Все у них хорошо. Если не учитывать локальные заболевания, простудные. Эти сезонные акулентки, у сестры все хорошо. Малве учатся, естественно. Никто не хочет учиться. Нормальная реакция. Вроде как где-то не валяется мачу, но там все. Кошляет, кошляет. Ну нормально. Уже получше, говорят, стало. Что ж ты так несешься-то? Сигналит он. Знак 40, а он несется. Кематрой 80, наверное. Ну и мы поехали. Что сейчас? Четыре. 387 километров. Ну через сколько у нас темнеет? Начну часа через три. Кематров 200. Сегодня, может, еще проедем. Ты хорош. Боро-ботяга, правда? Девять дней лежал на спальнике. Сейчас 770 километров по итогу получается. Сейчас я проехал сколько? Я проехал 380 и 380 осталось. 382, 386. Короче. Это нам мигали или что? Ничего не пойму. Кайцы стоят. Или что? Только что у меня везли здесь, где не было никого. Вот. 770 километров получается едем. Три дня ехать будем. Это я. Роботяга. Вкратце отключено вроде. Вот. Ну, хоккей с той стороны все тоже залепленные. Да, вон, точно. Я тут сейчас ехал, не было на кольце никого. Гайцов. Ленка везла домой, а они стояли. Сейчас мы сюда к своему мужу Малегу возвращались. Никого не было. Вот буквально сколько здесь было. Вон, что-то там ножи лазит. Красиво. Что-то там замеряет. Сейчас опять приехали. Видно, обедать съездили. Готовьтесь через 500-4. Может быть, сейчас здесь 10-4. Ну, да. Наверное, обедали, пацаны. Сейчас проедем, посмотрим. Говорят, уже там от ихнего старого дома там уже еще не осталось. Все там позаметал. Ой, все там уже посносили. Убирали. Голое поле делают. У меня тут все показывать не буду, но все сохнет. Будем сушить. Уцуга нету, конечно. Что делать? Будем без уцуга на себе разглаживать. 250. О, здесь уже даже все травой поросло. Вон какие-то остатки стоят домов. Уже все была вода. Все, все, все это было в воде. Ну, дома строят. Новые вот так по Тулуну проехались. Строят новые, строят, переселяют, людям квартиры дают. Как говорится, кто был не кем, тут сразу стал всем. Под эту марку поднялся, жилье пополучал, и квартиры, сертификаты, а кто-то вот... Кто-то совсем не поднялся. Здесь уже вот и озеро стало, видите. Теперь оно здесь уже, наверное, на постоянке. Тут даже этот установили. Сейчас увидим. Ну, типа мемориала. Где стояла вода. Памятник. Не столько мемориал, сколько памятник. вот здесь вот перед Ией. Давайте мы не будем газовать, мы постоим. Вон он. Прямо по курсу. 13 метров 82 сантиметра 28 июня был подъем воды. Почти на 14 метров. Вы представляете? Представьте, 14 сантиметров в высоту подъем воды. Только вдумайтесь в эту цифру. Это сложно представить 14 метров в высоту. Вот высота этого столба сколько тут? Ну, метров 8. Может, 10. А это вертолетная площадка. Куда Владимир Владимирович имели честь прилетать. Ну, говорит, строят так. Строят вот. Здесь вот школу отстроили его сейчас с правой стороны. Вот. Все новое. Кварты тут, стадион. Гидролизный не запустили. Когда-то был гидролизный завод. Говорит, завод был, котельная была. Завод похерили к котельную туда же. Это гидролизный здесь уже тут как после бомбежки в Брестской крепости. Остатки только на металлолом еще резать. Сейчас посмотрим, что там в низинке, там, где их дома были. делается. Говорит, что уже все-то. От дома уже ничего не осталось. Что-то нам сегодня обещают еще усиление ветра большое. штурмовое предупреждение. Там тоже какой-то завод был. Ключевое слово в этой фразе слово был. Даже только кранбалки еще остались. Еще не порезали на металлолом. сейчас плюс два. Здесь вот еще, видите, там не добрались до сюда. Нет, там даже кто-то и живут. Тут не сильно вот эти места, эти дома пострадали. пострадали, но так. Само пострадали вот туда дальше. В глубине. Все равно отсюда, как кадр из фирмы Апокалипсис. Даже отсюда видно. Да уж, да уж, да уж. Вот, а я дом вот туда, вот там в глубине. где-то там. Бывший, конечно. Почем нынче у нас ДТ на Роснефти 49,88. 50 рублей. Омолдеть. Катастрофа. Вот там. Как Олег и супруг говорит, что к ним вода пришла вот с этой вот речушки, которую мы сейчас будем переезжать. Ну, то есть она пои и по этой реке. Короче, она сюда завернула как бы обратным течением или что. Что-то такое. Вот. Вот вода шла к ним вот отсюда. Вот с Азейки. Казейка. Сейчас мы переезжаем. Вот она. Вот с этой вот миленькой тихой речушки к ним пришла тогда вода. Казалось бы. Начутили там что-то начутили в этих саянах вверху. Стоп, погнали. Куда мы сегодня заедем? Понятия не имею. Куда-нибудь заедем. Ну и что, мы сегодняшний день уже добьем, как говорится, с этими показаниями. И уже потом по концовке приеду, покажу, что у меня будет на панели. В данный момент вот так. По горам 87%. Тормоза торможения 73%. Дистанция 91%. И уже потом к концу сегодняшнего дня приложу скрин с этого уже с телефона. Но это я смогу только завтра увидеть. Ну, неважно, все равно когда видео выйдет. Если кто-то что-то не понимает, то все подробности в предыдущем видео. Вот. Едем. Тут уже расход на 42 уронил. В Иркутску может так литром к 35 уроню. Но еще раз повторюсь, это с учетом 9-дневного стояния. Заводки и так далее и тому подобное. Должен скоро снег начаться. Но в плане не идти, потому что небо впереди чистое, в плане того, что здесь вчера хорошо валило. В Иркутску вообще, говорят, засыпало так снадненько. Короче, решил поеду. А тут где поздно та вот когда в прошлый раз возвращались вдвоем, когда колесными парами загрузили, здесь еще колесо делали с Мишей. Поеду туда. Мне еще отсюда 90 километров 5-полтора часа 6-го. Как раз уже темнеть начнет. Ну и все хорош. Правильно. Завтра 200 километров проехать останется. Аккумуляторы погонять. Подзарядить. Перед длительным стоянием. Путо типа на язык. Может, повезет. Но оно будет не очень длительное. Что-то меня терзает смутное сомнение. Шпака магнитофону посла Мидальон там 9 дней. И понравилась фраза вот этого механика, что у них не получается со спаром. Ох, ухоюшки. Красивая место здесь. Среди холмов таких симпатичных. Снежочек уже начинает появляться на полях. С песок я тут еще Тулуна-то отъехал два шага. Тоже скамейка. это под этим под бочкой бежит R500 предыдущей серии побежала. Восьмерка движок. сегодня на ужин у нас будут позы. я так думаю. Я так думаю. Да, действительно, вот как коллега со сканией сказал, вот прям как полоса какая-то переехал и все, смотри, все кожа снега здесь. Здесь хорошо сыпануло, вон, все белое, в лесу все белое. вчера тут хорошо давало. На обочину смотришь. хороший был снегопад здесь, да. Правильно сделал, что не поехал. мне-то и резона не было. Я, ну, я. Так, что там парни стоят. Заводятся, может. о, какой, а, не, наверное, кушать пошли. Нет, стоит что-то там. Что-то ремонтировал сканией. Смотрите, сколько он же тут. Все, все белым-бело уже. Так, на обочину глянешь. Знатно сыпануло. Уже и чистили, судя по всему. И сыпали. Тоже, судя по всему, уже здесь. Вот первого дорожника увидел этой зимой. едет, чистит. В принципе, что он тут чистит, я не знаю, но что-то чистит. Будем через сплошную обгонять. А, ехали. Здесь никто не стесняется. Не верите? Вон, смотрите, сзади. здесь. понятие такое, не такая уж она и сплошная. сзади. Так, нам осталось 20 верст. И все. дальше дальше сегодня не поедем. но работаем, банда, работаем. Погнали. Оп, первый пошел. Подтягиваемся, подтягиваемся, на педальку нажимаем. Газа с правой стороны такая, крайняя. все праворукие. Ленке тоже у сеструхи. Тоже праворукая машинка. Заларинский район. Не, мужа праворукая. Короче, правильно, дешевые, надежные. А привыкнуть можно ко всему. В общем-то, уже потихонечку темнеть начинает. Серковский идет, для вас там наверху авария, но вроде распащили, сейчас сгрузят на вашей стороне эвакуатор. Принято, спасибо. авария впереди, да, вон мигалки, видим. На нашей стороне уже я не вижу никого, уже, наверное, все загрузили. сезон жестянщика наступает. Так бьются немало. Сейчас, когда начнутся снега, гололеды. кого здесь уже загрузили. Он только что проехал. Хорошо размолочено. Видно, одну забрали, сейчас вторую вывезут. хорошая авария, да. Морды нету. Что, горочка скользко наверху. А летят же. Все же думают, что они бессмертные. Не такая уж она и сплошная и так далее. на Ниве дает еще они вот так может быстро ездить. Нифига себе. В общем-то мы почти приехали. Треть, тырец, треть, треть, наверное. два километра еще показывает. Ади капайка это. Вот это. Сейчас что справа страна, а не вон там низинке. Да-да-да-да-да. Ну и хватит. Завтра нам 210 километров. да, правильно, да, вот заправка, стоянка вон внизу. Уже не буду этого самосвальчика обходить. Что-то непонятки какие-то. Наверное, у меня топливо со второго бака перестало брать. У меня уже показывает остаток. Ой. 6% не может быть такого. Оказывается, обгоняю. Не буду я обгонять. Ну а здесь выходит вот за сегодняшний день. 89, 71 и 92. Ну вот а конечный итог я посмотрю завтра. Ну и тоже прикрепим так сказать. Вот. А мы сюда все. на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. И стану сейчас, как мы тогда стояли. Получается вот прямо сюда мордой. Или может быть он там сзади припарковаться. А на вот вот сюда мордой становимся и все. Потом задом вытолкаем. И никаких вопросов. И уклон как говорится как я люблю. все. сейчас пойдем соляркой займемся. Что-то нам надо помериться. Посмотреть. Не может быть такого, чтобы у меня было 6% всего. Вот. Точки. Даем какой же не учета конец не учета что-то не кто нажал. Страна завершения. Россия. замеряем. Этот бак потом тот. Так-то нигде не течет. Если бы был бак пробит или еще что-нибудь, дай запах солярки. Уже доводилось баки пробиваясь. Так. В этом мы видим 12,5 сантиметров. Пойдем в том померяем. онeee. линии бак Оставляю. обозгомные Тут isk дай 裝 defense Ну, я же сказал, берет с одного бака. Могу только понять, сколько. Линейка такая плохая, надо желтую линейку. 25. Я уже испугался, думаю, что у меня топлива нет. Двенадцать с половиной и двадцать пять. Сейчас посчитаю. И сейчас сюда вот в тот бак дунем. И должна пойти. Что-то завоздушилось, видите, перестал. Может, прихватило, не знаю. Мороза-то не было такого. Ну, солярка-то летняя. Ну, хотя мороза не было. Может, просто завоздушило, что-то перестало. Сейчас мы туда воздуха дадим. Сейчас мы его пихнем. Потом пойдем туда посмотрим. Должно пробить. Иди, крючку не закрыли, зует. Нет слов. Одни мысли. И все. Не цензурные. Сейчас светанем. Все. Бежит. Не знаю. Получится. Вам, наверное, не получится показать. Сейчас попробую. Сильно сомневаюсь, что вы что-нибудь увидели. Но все. Солярку я толкнул. Так что мне сейчас ничего передувать не надо. Она сейчас уже самотеком перебежит. Не знаю. Завоздушил счет. Так что все. Сейчас. В кафе. За ужином. Позы. И что? Все. До завтра. Ой. Нарик можно пропущать. Баки закрывать. Ключи у меня с той стороны. Это уже тоже можно откидывать обратно. Закрываем. Закрываем. И все. Доброе утро. Так. Ну что, смотрим наши результаты вчерашние. Профиль вождения. И что мы видим? А видим мы вот что. Чуть-чуть мы до сектора А не дотянули. Ну, опять. Движение накатом. У нас. Пошаливает. Вот видите. Если бы не было превышения скорости. Два раза за вчера. Я с горы немножко ее отпускал там. Ну и то не сильно там. До 95 она разгонялась. Ну, и тут же буквально сбрасывала. Но на тахографе загоралось превышение скорости. И все. Вот она мне занизила оценку. И режим холостого хода занизила. Там две или три. Два или три ремонта было. Ну, в ремонт встал. И вместо того, что машину надо глушить. Она минутку-две поработала. Ее надо глушить. Я не глушил. Вот она мне там занизила. Если бы она там-там мне не занизила. То бы мы в сектора бы мы залезли. А так остаемся без премиальных. Ну вот, в принципе, и все. 374 километра за вчера было пройдено. Средний расход вчера был 27,9 литров. Средняя скорость 71,1 литров. Масса 28. 15 у нас весит сцепка. 13 тонн. Ну, это я не знаю. У нас-то 1,600 по этому. Но это не важно. Все. Ну вот, как бы. Закрываем туда эту тему с этими оценками. Может быть, потом еще когда-нибудь. Ну, вот так. Чуть-чуть не хватило. Самую капельку. Все. Теперь можно спать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok